Правительство одобрило проект схемы распределения субсидий на софинансирование в 2015 году региональных программ по формированию доступной среды для инвалидов. Всего в этом году из федеральной казны на нужды людей с ограниченными возможностями здоровья будет выделено чуть более 3 миллиардов рублей. Деньги получит и Ненецкий округ. В практике нашего региона это первый опыт, хотя были неоднократные попытки попасть в данную программу. Но сделать это не удавалось из-за того, что полномочия по социалке находились в ведении Архангельской области. Из государственной казны поступит только 800 тысяч вместо 25 миллионов запланированных ранее. А из бюджета округа около 11 миллионов вместо ранее запланированных 15. Изменения продиктовали современные экономические условия. 5 миллионов пойдет на внешнюю доступную среду, чтобы помочь инвалидам добраться до какого-либо объекта. И чуть больше 7 миллионов направят на внутреннее обустройство. Сегодня та обязанность, которая у нас лежит на собственниках тех помещений, куда инвалид не имеет доступа, она остается. И вот они, к сожалению, сегодня не принимают мер, чтобы эта среда стала доступной. Приведу простой пример. Далеко ходить не надо. Возьмем городскую администрацию. Они сделали пандус на крыльце. Но если мы минуем пандус на крыльце и те небольшие пороги, которые есть в дверях, то есть это тоже будет проблематично для инвалида, и коляска упирается в следующих 4 ступени, которые внутри здания, которых дальше пандуса нет. Также в рамках программы планируется приобрести специализированную машину для перевозки людей с ограниченными возможностями. Спасибо за субтитры Алексеем Курецкий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...